О самых заметных событиях в стране и в мире расскажем в ближайшие несколько минут. Вы смотрите новости. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. 23 июня полицейские Казахстана отмечают профессиональный праздник. Накануне в столице по этому случаю прошло торжественное мероприятие, где особо отличившимся стражам порядка вручили награды, а выпускники вузов, МВД, отличники учебы получили лейтенантские погоны. И сейчас с места празднования на прямой связи со студией выходит моя коллега Ирина Панфилова. Ирина, добрый день. Как стражи порядка подготовились ко дню полиции? Вера, добрый день. Для начала хочу задать вам вопрос. У вас в семье есть полицейские? Нет, Ирина, у меня нет. Мы как-то все люди творческие. Вера, ну тогда можете поздравить знакомых стражей порядка с наступающим. Вообще полицейские люди суровые обычно, но накануне праздника они другие. Они улыбаются, шутят, ну и, конечно, принимают поздравления и подарки. Сегодня порядка семи сотен стражей порядка получили ведомственные награды. Некоторым вручили медали за вклад в обеспечение правопорядка. Также в торжественной обстановке ряду сотрудников полиции были присвоены специальные звания. На всю жизнь запомнят этот день и будущие сотрудники силовых структур. 20 выпускникам вузов, МВД, которые учились на отлично. Министр внутренних дел Ерлан Туркумбаев вручил лейтенантские погоны. И вот сейчас рядом со мной находится один из них, атлет Серик. Это выпускник Кшитаусского технического института. Атлет, подходите ближе. Как настроение, расскажите, вообще, почему решили выбрать такую непростую профессию? Сегодня для меня очень важный день. Настроение лучше всех. Получил первые лейтенантские погоны из рук министра внутренних дел. И в эту профессию я мечтал попасть с ранних лет. В школьные годы я принимал участие в пожарно-спасательном спорте. И поступил в Кокштабский технический институт. Ну, не страшно? Вообще, ответственная же работа. Справитесь? Нет, не страшно, потому что мне нравится спешить на помощь людям. Ведь миссия спасает достоинство благородных. Хорошо. А скажите, каким должен быть, по вашему мнению, современный защитник отечества? Какими качествами обладает? Ну, и всех коллег с праздником поздравьте. Современный защитник отечества, он должен быть умным, ответственным, конкурентоспособным, креативным. И мы, будущее нашей страны, мы будем гарантом мира и стабильности. А также хочу всех коллег поздравить с Днем Казахстанской полиции. Все, спасибо вам большое. Еще раз вас поздравляем. Мне хочется добавить, что сегодняшнее торжество, несмотря на приятные сюрпризы и пожелания, но все-таки немножко с оттенком грусти, сегодня полицейские почтили память ушедших коллег. Напомню, с 1991 года при исполнении служебных обязанностей погибли порядка восьми сотен полицейских и больше трех с половиной тысяч были ранены. Вера, ну, пока у меня вся информация, передаю вам эфир. Спасибо большое, Ирина. Ирина Панфилова была с нами на прямой связи. Рассказала о том, как наградили отличившихся в страж порядка. Сегодня в преддверии их профессионального праздника Дня полиции. Другим темам. В Алматинской области задержан житель Тараза с крупной партией наркотиков. Его арестовали в Карасайском районе, где накануне оперативники управления по противодействию наркобизнесу близ села Алмал-Эбак организовали спецоперацию допинг. У задержанного обнаружено и изъято почти 56 килограммов марихуаны. Наркотики были расфасованы в три большие дорожные сумки. Теперь полицейские намерены выяснить, где производилась заготовка наркосодержащих растений и куда направлялся этот груз. Только с начала года усилиями полиции региона из незаконного оборота изъято почти 400 килограммов различных наркотических средств. Сейчас задержанный помещен под стражу в изоляторе времени содержания. Необходимо отметить, что задержанный ранее привлекался по аналогичным статьям. Первый форум молодых государственных служащих прошел в Акмолинской области. Мероприятие собрало свыше 100 человек со всех регионов страны. Участники обменивались опытом, получали теоретические знания и могли задать интересующие вопросы наставникам. Также организаторы подвели итоги республиканского конкурса «Лучший молодой государственный служащий». По их словам, сегодняшние работники госорганов талантливые, молодые люди, предлагающие идеи по решению различных проблем. В целом по стране работают свыше 22 тысяч молодых специалистов. Мы хотим обучать наших молодых госслужащих тому международному опыту, который есть, чтобы проводились время от времени тренинги, проводились семинары, чтобы они расширяли свой кругозор, чтобы они улучшали свою квалификацию. И тогда на самом деле эти ребята будут работать во благо страны. И тогда мы действительно будем вызывать доверие у населения. Молодое поколение, новая генерация, то есть, должны быть инициатором всех проектов. То есть, все преобразования в стране должны начинаться с нас. Все наши проекты мы хотим реализовать в дальнейшем, то есть, внести это в государственную службу, чтобы наше государство стало еще лучше. До 5 миллиардов долларов планируют довести товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном к концу следующего года. Об этом стало известно на 18-м заседании Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству в Ташкенте. Казахстанскую делегацию во главе с премьер-министром Аскаром Мамином встретил президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев. Стороны уделили приоритетное внимание реализации договоренностей в торгово-экономической сфере, энергетике, транспорте и других отраслях. Подробности в репортаже нашего собственного корреспондента в Ташкенте. Только за 4 месяца 2019 года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном превысил миллиард долларов. Но уже через год эта цифра может увеличиться до 5 миллиардов. Для этого премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и президент Узбекистана договорились развивать и укреплять отношения в области сельского хозяйства, энергетики, таможни, транспорта, туризма, нефти и газа. Наши лиги продолжают оставаться привлекательными для анастасных компаний. И взаимно, инвестиции, мы говорили о том, что необходимо поднять уровень инвестиционного сотрудничества. И хотелось бы заметить, что сегодня количество тысяч людей на территории Казахстана уже, включая сумму, где всего приобреталось, будет более тысячи. По итогам заседания межправительственной комиссии было подписано 27 документов на общую сумму более полутора миллиарда долларов. Кроме того, стороны обсудили детали развития Международного Центра торгового и экономического сотрудничества на границе двух государств. Реализация этого проекта позволит упорядочить приграничную торговлю и улучшить контрольно-пропускную инфраструктуру. Проведение года Казахстана в Узбекистане послужит дальнейшему укреплению связи между нашими странами. Имеется огромный потенциал по расширению взаимного туризма и привлечению туристов из третьих стран. Перспективными направлениями является организация сотрудничества в области науки, медицинского образования, транспорта, медицинской технологии, информатизации и здравоохранения. Только в Казахстане работают более тысячи предприятий с узбекским капиталом. В соседней республике их более 600. А уже новые вопросы для дальнейшего развития бизнеса между двумя странами обсудят на межрегиональном форуме в столице Казахстана в следующем году. До конца июля планируется завершить работу по созданию фронт-офисов для иностранных инвесторов во всех регионах Казахстана. Сейчас подобные площадки, где собраны все ответственные органы по выдаче разрешительных документов, есть только в некоторых регионах. Без существования вот этой цепочки, которую мы сказали трехуровневую, регион, загранучреждения, центр регион, особенности, что когда инвесторы приезжают и прибывают в регион, если в регионе не будут решаться проблемы, то реализация проектов, она ставится под сомнение. Поэтому нами был разработан соответствующий порядок работы фронт-офисов. Мы его сейчас отправили на обсуждение в регионы. То есть смысл стоит в том, что инвестору необходимо всего лишь обратиться в одно окно, и он получает всю необходимую помощь для реализации своего проекта. От неординарных и своевременных решений Нурсултана Назарбаева не раз зависело будущее не только Казахстана, но и других государств. Он всегда смело принимает вызовы времени, говорят. Зарубежные политологи. Своевременным политикам нужно перенимать опыт первого президента Казахстана, отмечают эксперты. Именно Ельбасы одним из первых заговорил об уходе от экономики, завязанной на добыче нефти и газа, оценил возможности, которые дают внедрение новых технологий и развитие человеческого капитала. У меня именно Султана Назарбаева ассоциируется со статьями «Рухани Жангру» и «Семь грани великой степи». Это удивительные документы. Поразительно, как тонко первый президент чувствует, что без духовного роста не будет будущего ни у одной страны, поэтому и уделяет духовному развитию столько внимания. Он настоящий патриот и он в способности разрешить эту проблему. Не только предан своим народу, он очень от души знает, что это спрос, понадобности, знает своего народа. Его роль – это роль такого аксакала, старшего политического деятеля, то, что по-английски называется «Elder Statesman». Он создает, Назарбаев создает Казахстан, именно как нейтральную площадку, на которой могут вести переговоры самые разные непримиримые партнеры. Дональд Трамп подтвердил, что в последний момент отменил удар по Ирану. Об этом он сообщил на своей странице в Твиттер. По его словам, американские военные были готовы атаковать сразу три объекта. Однако, узнав о числе возможных жертв, он отменил нападение. Трамп посчитал непропорциональным такой шаг в ответ на сбитый беспилотник. От планируемого авиаудара должны были погибнуть не менее 150 человек. Напомню, накануне военно-воздушные силы Ирана сбили американский беспилотник. По версии США, в момент атаки он находился на территории Международных вод. Иран же заявляет, что устройство нарушило воздушные границы. Из-за обострения ситуации в регионе США готовят эвакуацию порядка 400 человек из Ирака. При этом американские военные там останутся. В США горел нефтеперерабатывающий завод. По сообщению спасательных служб, по меньшей мере, пять рабочих получили травму, а других пострадавших пока не сообщается. В настоящий момент пожары еще не удалось полностью взять под контроль. Местные жители рассказывают, что в окрестностях завода были слышны несколько взрывов. Уровень загрязнения воздуха возле места происшествия в пределах нормы, говорят специалисты. В Игейском море португальская полиция спасла 37 мигрантов. Среди них семь детей и две беременные женщины. По словам самих нелегалов, они родом из Ирака и Афганистана. Всех спасенных морская полиция перевезла на греческий лесбос. Отмечу, по данным ООН, число мигрантов, пытающихся добраться до Европы, морским путем значительно сократилось. Если в 2015 году их было более миллиона, то в прошлом около 140 тысяч. Одновременно с этим количество беженцев на земле достигло рекордного за 70 лет значения. Почти 71 миллион человек сейчас живут не в своих родных местах из-за войн, преследований и других угроз. Причем половина из них дети. Протесты против закона об экстрадиции возобновились в Гонконге. Тысячи активистов вышли на демонстрации в правительственном квартале. Они требуют отставки премьер-министра автономии Кэрри Лам. После предыдущих митингов глава правительства извинилась перед жителями автономии и пообещала решить этот спорный вопрос. Однако официально законопроект не отменили, а лишь приостановили на неопределенный срок. Напомню, ранее власти Гонконга отказывались выдавать своих граждан материковому Китаю из-за подозрений в предвзятости судей, широкого применения пыток и смертной казни. Но в начале этого года правительство автономии объявило, что планирует разрешить экстрадицию граждан в Китай, Макао и Тайвань. В воде и в почве озера Купа города Кукшетао обнаружены яйца паразитов. Фотографию с такой информацией начали распространять пользователи социальных сетей. Несколько дней назад. Из публикации следует, что в озере выявлены яйца аскориды и цисты лямбли, а в песке яйца таксокары. По словам санитарных врачей, фактически обнаружены яйца гельминта. Угрозы для здоровья людей паразиты не представляют. Главное соблюдать правила личной гигиены. Уже приняты меры по обеззараживанию местности. Завезен новый песок. По словам специалистов, мониторинг за состоянием воды и почвы будет проводиться еженедельно до 1 августа. Купаться в озере не запрещается. В последнее время большие обильные осадки, дожди. И все эти талые воды, они все по ливневым стокам в хопу сливаются. А одной из причин. Также бродячие собаки ходят безназорно. Когда они испражнения оставляют, это все приводит к этому. Провели рыхление песка. Это является механическим методом обеззараживания песка и яиц гельминтов. Победители республиканского конкурса «Государственный язык» и СМИ участвовали, чествовали, простите, столицы. Авторы лучших работ получили денежные призы и специальные дипломы. В церемонии награждения участвовал министр культуры и спорта Ахтоты Раимкулова. Она поздравила журналистов с профессиональным праздником и пожелала творческих успехов. Отмечу, для участия в конкурсе принимали материалы, направленные на укрепление статуса государственного языка. По словам организаторов, поступило больше 240 работ от 118 авторов. Призового места удостоена и телепрограмма Оладала Оркиньета телеканала Хабар. К данному часу это пока все новости. До встречи. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова